Всем здравствуйте! Меня зовут Данилченко Богдан, житель города Николаева. Многих здесь знаю и есть те люди, которых не знают. Поэтому я думаю, что мы все с вами познакомимся. Сегодня мы с вами собрались здесь для того, чтобы каждый зачем-то пришел. Каждого либо кто-то пригласил, либо в Facebook пригласил. Поэтому сегодня мы как раз поговорим о новых инновационных технологиях в сфере здоровья. И представит вам эту информацию человек, который занимается этим направлением и развивает новые вот такие инновационные технологии уже с 2011 года. Живет в городе Львове и является руководителем оздоровительного центра медицинского в городе Львове уже с 2011 года. Молодая, красивая, перспективная Олеся Халецкая. Давайте ее поприветствуем. Здравствуйте. Я очень рада приветствовать вас сегодня здесь. Рада, что мы сегодня с вами собрались. Меня зовут Олеся Халецкая. Я руководитель оздоровительного центра в городе Львове. И сегодня мы будем говорить на тему, что же такое, на очень важную тему, да, о нашем здоровье. Вода мне подсказывает, что он забыл предупредить, да, что у нас есть два правила. Первое – это поставьте свои мобильные телефоны на беззвучный режим или отключите их. И второе – все вопросы, которые будут возникать, они у вас обязательно возникнут, вы запоминаете и задаете в самом конце нашей информации, для того, чтобы мы не отвлекались и, возможно, ответы вы получите уже в процессе. Итак, прежде чем мы начнем, давайте поговорим, мы хотим представить в наше видение, что такое здоровье. В основе здоровья лежит иммунитет. Иммунитет человека имеет интеллект, который постоянно сканирует наш организм. Подобно антивирусной программе, компьютерной антивирусной программе постоянно сканирует наш организм и выявляет те проблемные места, проблемные участки, которые нуждаются в корректировке. И как снайперское оружие, он снайперским попаданием убивает эти патогены и таким образом улучшает работу организма. Соответственно, кроме этого свойства интеллекта иммунитета, который снайперским оружием попадает в патоген, у него еще есть одно свойство – это память. Если единожды наш иммунитет уже столкнулся с этой проблемой, он ее опознал, в следующие разы он уже, когда с ней сталкивается, начинает намного быстрее, эффективнее ее забирать, уничтожать или еще как-то, справляться с этой проблемой. Соответственно, именно в основе, имея этот принцип, и была создана вакцинация, как память иммунитета, чтобы он мог бороться с патогенами. Но бывают такие ситуации, когда иммунитет не справляется, когда ему нужна помощь. И в этих ситуациях нужно ослабить вирусы и патогены. Каким образом мы можем их ослабить? Зачем это делать? Для того, чтобы иммунитет смог сам их побороть. Для этого нужно ослабить вирусы и патогены. И именно это было заложено в принципе наших современных лекарств и таблеток. И именно это потом положили в основу изобретение антибиотиков. Соответственно, когда мы говорим о том, что мы принимаем антибиотик, он должен ослабить патоген, и иммунитет должен сам убрать эту инфекцию. Но что же получается на самом деле? Когда мы принимаем антибиотик, он подобно ядерному взрыву сметает не только здоровые микроорганизмы, но и так-то, не только больные патогены, но также и здоровые микроорганизмы, которые есть. И все мы знаем о том, что после принятия антибиотика мы нарушаем микрофлору и влияем также негативно на другие органы и системы. Как следствие такого негативного влияния, мы разбалансируем еще больше свой организм и, соответственно, ослабевает иммунитет. Если наш иммунитет способен бороться с инфекцией, как снайпер, попадая четко в цель, ничего не задевая, то антибиотик, как ядерный взрыв, он сразу убивает все. В итоге мы получаем ослабление иммунитета. Как мы видим это ослабление? Ослабляется иммунитет и фактически это открывает дверь к принятию других вирусов, бактерий и других проблем в наш дом, в наш организм. Поэтому человек выпил раз антибиотик, потом ему нужна еще какая-то таблетка для того, чтобы вывести те проблемы, которые были от этой таблетки. Потом еще одна. Заболела голова, человек принял таблетку на голодный желудок, заболел желудок, принял от желудка, желудок прошел, токсины пошли в печень, уже нужно пить от печени, выпил от печени, уже заболело сердце. И это беспрерывный круг. Именно из-за этого беспрерывного круга мы попадаем в зависимость от лекарств. Именно поэтому вокруг нас столько аптек. Потому что мы уже подобно наркоманам доходим в эти аптеки для того, чтобы получить всю новую и новую порцию лекарства. И мы уже, наш иммунитет уже не может сам побороть эту инфекцию. Он уже зависит от этих помощников, которые помогают ему ослаблять патоген. Мы находимся в зависимости от лекарств. Но это еще не самое худшее. Самое худшее то, что антибиотики больше уже не действуют. Патогены постоянно мутируют, развивают различные оболочки и привыкают к тем формам антибиотиков, которые уже есть. Это называется резистентность. И на сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения уже в открытую говорит о том, что существует проблема резистентности к антибиотикам. И что медицина может вернуться в темный век медицины, когда еще антибиотики были не открыты, когда не было лекарств. Потому что мы приходим к тому, что они просто перестают действовать. И что мы получаем в итоге? Получается, что мы, принимая антибиотик, делаем ядерный взрыв в нашем организме, который убивает только здоровые клетки. Потому что у патогенов уже резистентность, потому что они уже стойкие к этому. Но выход есть. На сегодняшний день ученые изобрели искусственный интеллект умнитета. И наука уже знает точные координаты всех патогенов. Всех вирусов, бактерий, грибков, простейших гельминтов. Гельминтов, да, может точно их описать, а также всех органов и систем. Уже известны все точные координаты. И искусственный интеллект умнитета может с ними, с найперским попаданием бороться. Как же это работает? В основе искусственного интеллекта умнитета лежит один из фундаментальных законов физики. Электромагнитизм. Электромагнитизм на сегодняшний день окружает нас во всем, в повседневной жизни. Очень много примеров можно назвать. Это и линии электропередач, и телерадиостанции. Это и наши бытовые приборы, которые нас окружают. СВЧ-печи, микроволновки, различные компьютеры. Ну, Wi-Fi, интернет, мобильная связь. Все это база, в базе лежит именно электромагнитизм. Давайте представим, как выглядит волна. У волны, но электромагнитизм это волна, которая ближется со скоростью света. Очень быстрая такая. У нее есть два основных базовых параметра. Первое – это длина Луны, которая измеряется в метрах. И второе – это частота колебаний, которая измеряется в герцах. Соответственно, волны бывают совершенно разные. Самые длинные и низкочастотные волны, которые медленно колеблятся, это радиоволны. Самые безопасные для человека, на которых как раз и базируется искусственный интеллект иммунитета. И есть также волны, которые имеют очень высокие вибрации. Ну, очень высокочастотные. Например, это радиация. Всем известный пример. Это волны, которые разрушают. Соответственно, что волны бывают совершенно разные в зависимости от количества энергии, которую они несут. От очень низкочастотных и волн, которые положительно воздействуют на организм человека, до высоких радиоактивных волн. И искусственный интеллект иммунитет работает именно с низкими частотными. В основе искусственного интеллекта иммунитета лежит принцип биорезонанса. Что же такое принцип биорезонанса? Это воздействие электромагнитными волнами на органы, бактерии, вирусы и так далее. Ну, чтобы вы понимали, что всё в мире имеет свою частоту колебаний. Эту волну и частоту колебаний. Соответственно, всё, что нас окружает, и деревья, и предметы, и живые организмы, всё оно имеет свою частоту колебаний. Все живые клетки генерируют волны. Ну, конечно же, определённого диапазона. Организм человека – это самый низкий диапазон частот. От 0 до 100 Гц. Дальше у нас идут уже частоты патогенов. И, соответственно, они уже бывают также в разном частотном диапазоне. Даже один патоген может иметь разный диапазон частот. Как бы лежать не только в самом нижнем, но также и вверх. Соответственно, резонанс. И на сегодняшний день учёные уже зафиксировали все эти координаты, и они занесены в единый реестр всех частот. Соответственно, резонанс – это отзывчивость на эти колебания. Ну, давайте вспомним с вами физику в школе. Примеры резонанса. Все мы их изучали, потому что резонанс также часто, скажем так, используется в повседневной жизни. Ну, это когда бокал звенит, на него выдают звук голоса, и он разрывается. Соответственно, ещё один принцип, ещё более мощного резонанса – это почему солдатам нельзя идти встроен по мосту. Потому что они идут встроен, вызывают определённые колебания, эти колебания совпадают с мостом, и мост может разрушиться. Именно поэтому нельзя ходить встроен по мосту, только вольно. Соответственно, этот эффект резонанса присутствует, и его физики хорошо, все знают, да? Но, тем не менее, он уже пришёл и в медицину. И в медицине совершил ряд таких очень больших открытий. Ну, во-первых, это, конечно же, переворот в диагностике, да? Потому что именно резонанс, когда открыли резонанс в диагностике, была создана магнитно-резонансная томография. И это был тот метод МРТ, да, который сейчас очень широко используется, где впервые можно было посмотреть на картинки, на здоровые и на больные клетки, да? И увидит, где здоровые и где больные, ещё увидит это на картинке и в красках. Соответственно, что, конечно, это сделало просто революцию в диагностике именно других проблем. Но не только здесь, не только в диагностике известен принцип резонанса, также и в лечении. Все, кто ходили к стоматологу, знают, что можно удалять звукной камень с помощью ультразвука. В основе этого метода тоже лежит резонанс. Или же подробление камней в почках. Также резонанс присутствует. Так что на сегодняшний день явление резонанса часто используется в разных областях. Ну и, конечно же, в основе биорезонанса лежит принцип именно гармонизации нашего организма как системы. Потому что микробный мир невозможно победить. И если мы говорим о том, чтобы там можно уничтожить все абсолютно паразиты, которые у нас есть, конечно же, такого не бывает. В любом случае мы всегда будем с ними взаимодействовать. Наша задача, которую мы перед собой ставим, это найти оптимальное взаимодействие. И оптимально сработать так, чтобы мы чувствовали себя комфортно, и те патогены, которые в нас поселяются, нам не мешали жить. Соответственно, нам необходима стратегия такого взаимодействия. Биорезонанс имеет одно огромное преимущество. Это то, что он полностью безопасен. У него отсутствуют противопоказания, и его невозможно передозировать. Что это означает? Что у нас все очень четко и конкретно, как снайперское оружие, как искусственный интеллект иммунитета. Если иммунитет сам попадает в снайперский, и наш искусственный интеллект иммунитета тоже попадает очень в снайперский. Если мы знаем какой-то патоген, как на мобильном телефоне, мы набираем его номер и звоним Аскарином. Убиваем только их. Если у нас есть какие-то другие, там, лямбли или там трихомонады, от этого они не умирают. Не говоря уже о плохой микрофоре. Поэтому куда звоним, то и убиваем. Но если в телефон у нас есть возможность набрать номер неправильно и попасть куда-то не туда. Ну, звонили там туда, а попали не туда. То здесь такой возможности нет. Потому что все частоты уже записаны, занесены в реестр. Они у нас все очень конкретные. И мы как радиоприемник настраиваемся на ту или иную частоту, подстраиваем свой радиоприемник. На своем приборе это делаем. И, соответственно, получаем точечный результат только на то, что нам нужно. Не воздействуя, мы не можем, скажем так, поставить что-то другое или как-то навредить себе. Поэтому полностью безопасный метод, который можно использовать уже с первого дня рождения ребенка. Ну, и, конечно, история. Как этот метод зарождался и когда он был открыт. Ну, мы говорим о том, о такой официальной истории. Говорят, что еще в дохристианский период был известен законы резонанса и биорезонанса в том числе. Но в 30-х годах прошлого столетия Роял Райф, уже доказатель в медицине, сделал первый огромный микроскоп, в котором он впервые увидел живой вирус. Ну, чтобы было понятно, на сегодняшний день в лабораториях таких микроскопов нет, на которых видно живой вирус. Возможно, несколько в Украине. Потому что это очень дровостоящее, в основном проверяют другими методиками, не через микроскоп. Соответственно, первый увидел живой вирус. И он заметил, что если мигает его плазма, у него была лампа, смигающая плазма. Если она мигает с определенной интенсивностью, некоторые бактерии начинают светиться. И он понял, что это, они резонируют, что это резонанс. Если можно на них таким образом, если они попадают в резонанс, можно увеличить амплитуду и таким образом их уничтожать. Соответственно, он начал проводить сначала лабораторные исследования. А потом, когда все его лабораторные исследования подтвердились, он измерил первые частоты. Он решил все-таки попробовать вылечить этим методом людей. Взял 14 больных на последней, на то время, третьей стадии рака. И сказал, что я буду их лечить полгода. Через полгода в Калифорнийском институте профессора должны были это засвидетельствовать, эти результаты. Конечно же, в Калифорнийском институте сказали ему, да, конечно, прекрасно. Если они не живут до этого времени, что мы очень мало в это верим, мы засвидетельствуем, что они, по крайней мере, тоже. Но, тем не менее, когда через полгода профессора Калифорнийского института пришли проверять этих больных, оказалось, что 80% из них были излечены полностью. А 20% нуждались в еще дополнительной корректировке. И тогда Ройл Райф понял, что он открыл просто уникальную методику. И написал такую фундаментальную статью, которая называлась «Конец всем болезням». Это статья еще в 40-х годах прошла. И пришел конец его карьере. Потому что фармкомпании начали его, очень сильно на него проявлять давление, его лабораторию громили, его заставляли отказаться от своих исследований. Более того, на него были заведены криминальные справы. И, соответственно, он уже был человек пожилой, 86 лет. Конечно же, он не мог с этим бороться, с системой. Но, тем не менее, было создано общество друзей Райфа, которые продолжали его исследования, которые сделали такие приборы, которые называются «Райф-машины». Они и сегодня, их можно купить в Америке. Райф-машины стоят в среднем от 3 до 5 тысяч долларов. Они такие, это машины с мигающей плазмой, где тоже заносятся частоты. Ну и, соответственно, по методике Райфа они работают. Также биорезонанс был как метод и в других странах. Например, в Германии. Рейнфорд Фольк, Генмунд Шиви, который разработал гетотемно-резонансный тест, который сейчас очень широко используется в диагностике именно биорезонансным методом, также делали исследования в этой области. В 80-х годах американская ученая Хильда Кларк открыла высокий диапазон частот именно патогенов. Если раньше были немного ниже частоты, то Хильда Кларк открыла до 1 млн 300 Гц частотный диапазон. И на самом деле очень многие патогены как раз хорошо уничтожались при этих высоких частотах. Ну и, конечно же, в Германии в эти же 80-е годы Франк Морель и Эрих Роше занимались активным биорезонансом и даже по их имени было названо в Германии этот вид терапии, поэтому биорезонанс в Германии – это непонятный термин, там уже называется моротерапия. Но на сегодняшний день 6 тысяч центров в Германии используют моротерапию именно для лечения контактным способом. Так что во всех развитых странах биорезонанс используется. Итак, история пошагового развития именно приборов. Сначала были приборы так называемого первого поколения, но это мы их разделили на такие этапы, но это условная классификация, у которой была низкая точность, большие гавариты, ну, соответственно, контактные методики в основном, когда нужно было все настраивать вручную, и это все проходить процедуры, приходить на процедуры и так далее. Это все, конечно же, требовало больших усилий. Второе поколение уже были небольшие размеры, но, конечно же, они имели больше программ, но имели сложности с программированием и так далее. На сегодняшний день уже существуют приборы смарт-поколения, которые портативные, функциональные и которые имеют, скажем так, уже совершенно новые показатели в работе. Мы о них еще дальше поговорим. Соответственно, новые научные открытия дают нам новые возможности влечения. Ну, конечно же, все научные открытия, вот у меня часто спрашивают, почему происходит так, что нету наших приборов в любой поликлинике, если они так хорошо работают, если такая высокая эффективность в лечении, почему их не используют в поликлиниках, в больницах, на государственном уровне. Вот государство могло бы закупить там и сделать. Но все мы понимаем, что все инновационные большие открытия всегда проходят очень длительный путь признания. И вот только некоторые примеры из истории, какое признание получали эти методики. Ну, вот для того, чтобы доказать Карлу Ланштайнеру, что есть группы крови, понадобилось всего лишь 30 лет. Все мы понимаем, что группы крови спасают жизни людей. Если мы правильно перелем кровь, мы можем спасти жизнь. Если неправильно, возможно заражение крови, непринятие, даже смерть. Соответственно, 30 лет ученые это не принимали, хотя это было уже открыто. И он доказывал, что это работает. Еще один пример, который просто поразил меня в свое время. Все мы сегодня знаем про стерилизацию, про то, что нужно стерилизовать всегда перед операцией. И стерилизовать руки в том числе. Но раньше нужно было очень долгое время для того, чтобы при родоспоможении все-таки делали стерилизацию рук. С инфальдса Зеймельбайса просто смеялись его современники, врачи. Они говорили, ну какое это имеет отношение? То, что роженицы умирают, никакого отношения к стерилизации не имеет. Ну что вы такое говорите? И он это доказывал очень, скажем так, долго и нудно. У него даже были последователи, которые в своей практике применяли его методику стерилизации рук. И при этом все, при этом все, они не смогли доказать. И его последователи покончили жизнь самоубийством. Потому что не мог доказать, что на самом деле нужно стерилизовать руки, и это может уберечь от инфекции. 100 миллионов умерших была цена этим доказательством. И чтобы вы понимали, что это было не так давно, всего лишь в 47-м году, да, это открытие произошло. Еще одно такое важное открытие, это Роберт Кок открыл возбудителя туберкулеза. Палочку Коха. 17 лет ему понадобилось для того, чтобы доказать, что она существует. 18 лет понадобилось Елизарову для того, чтобы объяснить, что аппарат Елизарова может регенерировать кости и удлинять их. 18 лет для этого понадобилось. Поэтому все огромные открытия, которые сейчас, ну, воспринимаются как должное, да, все же уже, никто не ставит под сомнение, что нужно руки стерилизовать, да, или инструменты перед операцией, все они проходили вот такой путь и стоили очень большого количества жизни. Но это не единственная причина, почему биорезонансы не принимают в традиционной медицине аллопатической. Конечно же, есть еще одна причина, это лобби фармакологов и врачей. Ну, тут долго объяснять не надо, все мы понимаем, что это миллионы, миллиарды оборотов, миллиарды, миллионы, да, в год, в месяц и так далее, да. И если даже 50% этого товарооборота забрать, то это будут просто огромные убытки, да. Не говоря уже о том, что можно отказаться от какой-то огромной части, да. Ну, и еще одно, это то, что все методики, которые на самом деле хорошо работают, очень активно обрастают такими, знаете, шарлатанами, подделками и лженаукой, да, которые говорят, у нас тоже биорезонанс, мы тоже работаем с биорезонансом, да. У нас тоже такое же, да, но на самом деле не такое. Вот, что нужно знать для того, чтобы понять, ну вот, самое простое, да, я не буду сейчас, потому что у нас будет целый такой путеводитель, как увидеть, шарлатан это или нет, да, как отличить. Но я назову хотя бы такое основное, да, как отличить биорезонанс это или просто что-то непонятное, да. Ну, во-первых, любая биорезонансная диагностика должна отвечать на три такие вопроса. Первое. В чем причина заболевания, да. Называть ее панозологией. Значит, сказать конкретно, возбудитель такой-то, такой-то, такой-то. И это должно подтверждаться, скажем так, не просто так, да, что-то сказали что-то, потому что все экспресс-тесты тоже выдают каких-то возбудителей. Но при этом мы не гарантируем, что они сказали правильно, да, потому что в основном это сегментарная диагностика, там какая-то аура диагностика и так далее. И даже говорить о том, что это на самом деле есть, мы не можем, это все под сомнением. Биорезонансная диагностика называет конкретно панозологию, указывает локализацию, где находится эта проблема. И говорит о том, что нужно, как нужно ее решать. А именно какие программы на вашем приборе нужно поставить, чтобы получить положительный результат. Соответственно, если после диагностики говорят, что нужно принимать там какие-то другие методы, да, мы должны понимать, что биорезонанс это самодостаточный метод. Этого достаточно для того, чтобы что-то лечить и победить какую-то проблему. Ну, можно, конечно, что-то еще, знаете, если ходить в спортзал, заниматься фитнесом, не курить, не пить, вы почувствуете результат быстрее. Также можно, конечно, принимать какую-то траву, ну, просто для того, чтобы почувствовать результат быстрее, да, Но принимать ее или нет, это уже как бы личное дело каждого человека. Поэтому, скажем так, наша концепция заключается в том, что биорезонанс самодостаточный метод лечения. Поэтому все, что предлагают какие-то там, скажем так, совершенно различные методики, не касающиеся биорезонанса, это все не может называться биорезонансом. Вот так я бы сказала. И, конечно, для того, чтобы отличить и понять, да, потому что на самом деле очень-очень много есть различных разработок. Очень много есть всего того, что появляется на рынке. И для того, чтобы разобраться в этих всех методиках и понять, что на самом деле работает, а что просто используются там какие-то принципы для того, чтобы прикрыться, да, то именно для этого и была создана система сопровождения Smarty System, потому что мы ставили перед собой цель как раз вот дать возможность людям, нести эту информацию людям, что есть биорезонанс, есть такие возможности в лечении, и есть методы лечения, которые могут вам помочь получить реальный результат, именно используя физические методы, методы физики, а не химии, да. Ну, именно основой нашего, скажем так, видения есть популяризация возможностей медицины 21 века. Более 7 лет тестирования различных производителей приборов прошла компания Smarty System. На сегодняшний день я могу сказать, что мы ознакомились со всеми производителями, да, которые есть в Америке, в Европе, в Китае, в странах СНГ, да. У нас даже есть на странице в Facebook есть такая рубрика сравнения приборов, да, когда прибор Smart Life сравнивается с разными другими приборами, которые есть на рынке. Вот, и потому что, на самом деле, мы наработали уже огромнейшую базу вот всех этих приборов, мы знаем, ну, как бы, наверное, о каждом приборе биорезонансной терапии, который есть. И как только появляется что-то новое, мы, конечно же, все это отслеживаем и дальше узнаем. Потому что главная задача Smarty System – это найти самый лучший, самый лучший прибор и донести его до того человека, который хочет его использовать. Ну, и, конечно же, во время наших таких вот, скажем так, изучения рынка, да, мы также познакомились с институтами, есть шесть научных институтов, которые разрабатывают частоты. И подписали с ними договора о том, что как только появляется какой-то новый патоген, какой-то новый вирус или бактерия, или какая-то бактерия уже мутировала, и у нее поменялась частота. Сразу же мы имеем возможность приобрести это для нашей частотной базы. Поэтому на сегодняшний день мы можем сказать, что у нас самая полная частотная база, которая соединяет в себе все наработки, старые наработки ученых, которые были раньше, до этого. И все эти наработки, которые ведутся прямо сейчас, они также попадают к нам в нашу частотную базу. Ну, и, конечно же, мы приняли решение о выходе на рынок с инновационным прибором SmartLive. И как раз сейчас я хочу более подробно о нем рассказать. В 2016 году был получен CE-сертификат на прибор, да, можно с ним сейчас ознакомиться. Также он есть у нас на сайте, можно его посмотреть, да. Этот сертификат означает, что прибор полностью безопасен и рекомендован для использования в странах Европы, да. Ну, поэтому CE-сертификат. Вот. И, соответственно, к этому сертификату есть еще вот такой вот репорт, да, который подтверждает, какие конкретно испытания проходил прибор для того, чтобы получить этот сертификат. Прибор SmartLive имеет более 5000 программ, да. Поэтому у него очень высокая клиническая эффективность. Более 95% влечения острых заболеваний, более 85% влечения хронических заболеваний. Что это имеется в виду, да, что если заболевание острое, мы можем сказать, что если мы поставим программу на приборе, сразу же оно пройдет. Ну, например, там, что-то заболело горло, там, мы поставили нужную программу, там, фаринг, оно прошло, да, сразу же, быстро. Стоматит, да, поставили стоматит, вот я ребенку лечила стоматит, да, таким образом, что я уже заметила на третий день этот стоматит, потому что он просто рот не открывал, страшно себя плохо вел, открыли ему рот, посмотрели, все уже белое, да, все уже, все ужас. Не дает дотронуться вообще. На приборе нашли программу стоматит, в разделе стоматология, поставили, также там была подсказка, какие еще программы нужно, генгивит, стоматит, токтозный, кандиды и так далее, поставили, на это через два дня, у него уже полностью все было чисто, ну, мы не то, что ничем не мазали, да, мы даже не знали, чем там нужно мазать, потому что просто, ну, просто только прибор использовали, мы крутили его постоянно. Вот, соответственно, в такой вот острой стадии очень быстрый результат. Если же заболевание хроническое, 85% того, что мы, что с помощью прибора можно получить результат, да, о чем это говорит, что если мы придем в любое медицинское учреждение, нам будут говорить, что сахарный диабет неизлечим, ну, даже второго типа, да, если вы уже заболели, то уже это как бы навсегда, ну, так, да, камни в почках тоже не лечатся, да, можно только поддерживать, это хроническое заболевание, да, что там в желчном пузыре проблемы тоже не решаются, если у вас камни в желчном пузыре, то только удаление, да, ну, это все из вот этих хронических заболеваний, которые мы знаем, да, что если есть какая-то проблема, все, это уже до конца жизни. С помощью прибора мы можем эту проблему решить. Конечно, для того, чтобы ее решить, нужно грамотно подходить к этому, нужно пройти диагностику, узнать, в чем причина заболевания, на что воздействовать, но, тем не менее, есть возможность решить именно эту проблему. Ну, конечно, что касается эффективности, она также обеспечивается тем, что в приборе диапазон модулирующих частот от самых низких, от туда, там, с половиной Герц, да, до одного миллиона трехсот тысяч Герц, что говорит о том, что если один патоген имеет в своем частотном диапазоне разные вот частоты, да, соответственно, мы можем охватить весь этот, весь диапазон, да, если сравнивать с приборами предведущих поколений, или теми аналогичными приборами, производители которых есть, там, другие странные средства, соответственно, у них частотная база находится в определенном частотном диапазоне самое максимальное до 100 тысяч Герц, да, и это получается, что весь высший диапазон не затрагивается, таких частот даже просто в программе нет, соответственно, мы можем говорить о том, что мы, как бы, что-то, конечно, лечим, возможно, даже хорошо воздействуем на органы и системы, но высокий диапазон не затрагивается вообще, поэтому о лечении каких-то, ну, о высокой эффективности и такой гарантированной именно патогенов говорить нельзя, мы можем говорить об этом, потому что у нас затрагивается весь, полностью диапазон. Ну, конечно, это еще одним таким преимуществом есть комфорт в использовании, да. Я, когда узнала о приколе, думала, что, знаете, это нужно еще, наверное, закончить один институт, чтобы разобраться, как туда идти, программы, частоты, что там туда ставить, как это делается, думаю, господи, что это такое вообще, да, это же, наверное, очень сложно. На самом деле все очень просто, достаточно всего лишь включить на кнопку, и загорается у нас экран, предлагает выбрать меню «Программа», кнопками вверх-вниз мы выбираем нужную программу и нажимаем на кнопку «Запустить». И все, мы уже получаем результат. Тут у нас будет гореть кнопка «Модуляция», соответственно, экран погаснет, и мы уже можем использовать прибор. Пользоваться очень просто, разобраться может даже ребенок, да. Даже может ребенку иногда и легче, потому что ребенок понимает все эти вещи. Вот. Также очень важная составляющая – это качество прибора, да, потому что когда у нас есть прибор для лечения, он должен иметь определенные характеристики. Конечно же, это то, что он противоударный, то, что он имеет батарейки, да, съемные, которые нам не нужно переживать, что вдруг у нас здесь работает зарядка, вдруг у нас не будет шнура, чтобы где-то зарядить, что-то сделать. Даже если мы поедем, не знаю, куда-то на безлюдный остров, где нет вообще ничего, но тем не менее можем поменять батарейки, мы уже можем пользоваться прибором. Вот. Комфорт в использовании также еще в том, что в любом месте, да, нам не нужно сидеть, его держать и получать результат, да, нам не нужно там думать как-то в что, да, достаточно просто положить его возле себя на ремень или в карман, или на веревочке повешивать, у нас есть такой специальный чехол, и уже можно с ним ходить, работать, заниматься своими делами, а в это время прибор будет делать свое дело и оздоравливать наш организм. Ну, конечно, безусловно, важная составляющая – это его экономичность. Важный вопрос, да, именно экономичности, потому что, конечно, есть такой, это как бы у всех будет такой вопрос, сколько же стоит прибор, да, и какая его цена. А, соответственно, тут все очень просто. Мы уже говорили о том, что Райф-машины, приборы Райфа стоят от 3 до 5 тысяч долларов. Есть также приборы аналогитообразных производителей в Европе, цена которых, ну, 2-2,5 тысячи долларов. Цена приборов, таких похожих в Америке, именно уже портативных, вот, но под другим брендом – 1400 долларов. Да, у нас была такая возможность сделать максимально хороший прибор, который будет также с американских комплектующих, полностью с американских комплектующих, но именно благодаря тому, что крупноузловая сборка прибора происходит в Украине, прибор стоит 650 долларов. Мы за счет того, что мы теряем, ну, эту стоимость двух растаможек полного прибора, да, только комплектующие приходят в Украину, у нас как раз есть возможность дать нашему рынку самый лучший прибор по самой оптимальной цене. Что касается гарантии, 5 лет гарантии, да, дает именно то, что прибор имеет, ну, самые лучшие, самые качественные комплектующие, и производитель прибора совершенно, как бы, уверен в этом, да, что он может работать такое длительное количество времени без прибора. Ну, конечно же, еще одним важным преимуществом является сопровождение. Смарти-систем – это система сопровождения, и изначально мы ставили перед собой такую цель, чтобы человек, который приобрет прибор, не оставался с ним наедине, да, не знал дальше, что с ним, ну, на кнопку включил, что дальше непонятно, да. Соответственно, у нас есть 4 уровня сопровождения. Первый – это ваш личный консультант, который с вами общается, звонит вам и ведет вас, да. Каждый наш клиент получает возможность получить гарантию на получение результата, 100% гарантию с помощью алгоритма сопровождения клиентов. Есть такой документ на несколько страниц, да, который регламентирует, как нужно пользоваться прибором, чтобы 100% получить результат. Если же вы пройдете весь алгоритм и не получите результата, компания Smart Assistant гарантирует вам, что возвратит деньги, потраченные на приборы. За 3 года использования этого алгоритма у нас еще не было ни одного человека, который бы не получил результата. Было такое, что по несколько результатов – 3, 5 и более, да, потому что там уже до середины алгоритма, если дойти и все делать по алгоритму, то можно уже кучу результатов получить. Вот, соответственно, еще один уровень сопровождения – это сеть наших консультационных центров, да, сеть центров, которая 27 центров в Украине и 8 центров за границей. Еще одним важным преимуществом, еще одним уровнем поддержки является наш колл-центр. Когда вам звонят, ну, наверное, многих из вас сегодня уже сюда пригласили, именно таким методом, что вам позвонили из нашего колл-центра и пригласили на это мероприятие. Также в конце будет у нас такая, всем говорили о том, что будет консультация, да, и именно с помощью колл-центра она будет осуществляться. Поэтому в следующем уровне сопровождения есть колл-центр, личный консультант, сеть центров и, конечно же, врачи, да, которые делают консультации и говорят о том, как нужно подобрать и подбирают конкретно под ваши проблемы программы, которые нужны для лечения с помощью прибора. На сегодняшний день очень многие люди уже получили результаты. Ну, я могу сказать о себе, что я с 2011 года пользуюсь приборами и получила просто очень много результатов. У нас нет аптечки, да, у нас все заменяет прибор. Вот, мои родственники тоже получили огромное количество результатов. Ну, о себе могу сказать, что, например, лечение детей, да, очень удобно лечить детей с помощью прибора, потому что дети, они такие, знаете, они не хотят пить там что-то, они не хотят это брать, им там еще что-то, да, им не нравится там что-то протирать и так далее. Но с помощью прибора все это сделать очень просто, потому что мы просто выставляем программу и уже получаем результаты, да, как по простуде, так и по других болезням. Ну, вот по простуде, буквально свежие примеры. У нас во Львове сейчас ходит такой вирус, я не знаю, как Николаев, но во Львове ходит такой вирус, когда температура поднимается до 39 и держится, да, вот, и может держаться 9 дней. А у нас есть, ну, младенец, 7 месяцев, да, и уже старшему ребенку 2,5 года. Получается, у нас заболел младший, ну, где-то, мы не знаю, то ли на улице, ну, иммунная система у него, наверное, еще вырабатывается, да, точно вырабатывается. Ну, он где-то пришел с этим вирусом, уже все, температура, но нет ни насморка, ни кашля, ну, ничего нету, непонятно, то ли это на зубы, то ли это, ну, знаете, как младенцы, у них же 100 причин, почему может подняться температура. Ну, первый день я ему поставила тут лихорадка, там, температура, все. В общем, это, через 2 часа температура вроде бы прошла, но я продолжаю ему ставить, причем ставила я на все, и на вирусы, и на зубы, и на кишечные инфекции, ну, вдруг там, знаете, всякое может быть, он же все в рот берет. Вот, тут на второй день уже старший малый начинает, это температура у него тоже, все, ну, ну, все, надо вызывать врача, спросить хотя бы, что это, да, чтобы, ну, просто там его там послушали, там, это вызвали мы врача, врач приходит, а малый уже меньше, и у нас уже такой бодрый температуру, у него уже нету, такой веселый, она такая, а у нее очень много, куча вызовов, я ей позвонила в 8 утра, она пришла уже там, после 6, а он говорит, ну, да, ну, сейчас такой вирус ходит, 39 температура, я говорю, а что вы делаете? Я говорю, ну, там, лечимся, она говорит, да, а чем вы лечитесь? Я думаю, боже, а чем же там детей лечить? Я говорю, ну, ну, рафин давали. Она говорит, что вам помогло? Я такая думаю, ой, ну, да, говорю, помогло. Она говорит, никому не помогает. А как это вам помогло? на этот вирус он не действует там они какие-то другие там жаропонижающие да, ну удивительно ну ладно ну она поняла, что я там ну господи, что же ей сказать ну ладно, ну если нужно будет я вам напишу там какие жаропонижающие давать, говорит, а что это у вас уже меньшего нет температуры, я говорю, ну нет уже нормально, говорю, ну мы ему еще лечим, потому что он еще не здоров она говорит, ну это вирус такой сейчас ходит так что вы знаете, что это может быть как бы сопли и все, это как бы такое заболевание, да при этом, что она рассказывала что у детей держится до 9 дней может быть температура на таком уровне, да, соответственно, что на самом деле прибор, как бы я-то думала, что 2 часа это долго сбивать температуру да, а на самом деле люди по 9 дней лечатся да, и не могут получить соответствующий результат, а тут у нас и так намного быстрее, поэтому конечно в таких вот, скажем так, проблемах экстренных очень хорошо помогает что касается длинных проблем, да, например там проблемы, там камни в почках да, у моего папы были камни в почках он не хотел пользоваться прибором но, когда был почечный приступ все-таки взял прибор сразу почувствовал облегчение ему потом врачи составили индивидуальный курс программ и у него бы выходили камни да, камень вышел прямо вот, можно, он его показывал такой маленький, да, что что есть, есть такой камень, да, причем полностью безболезненный когда он уже понял, что камни в почках с помощью прибора можно лечить он приходит и говорит слушай, мне нашли узлы в щитовидной железе а можно их прибором полечить? я говорю, ну, наверное, можно, надо поставить программу поставили ему программу на щитовидную железу прошло полгода он пошел к своим а доктор ему уже говорил все, вам только вырезать в общем, делаем операцию все, как бы нужно ложиться в больницу и так далее, и тому подобное он пришел к ней сдал анализы она говорит, у вас анализы все в норме ну, конечно, там узлы еще есть но там такие небольшие как бы ничего делать особо не надо так, пока держимся в этом режиме говорит, о, я вам тут таблетки назначала а какие вы пили, чтобы вам так помогло? он говорит, а я таблетки не пила ну, и рассказывает, что он пользовался прибором ну, это был единственный случай когда меня доктор сама позвала к себе как бы в гости ну, на прием, скажем так, да чтобы я ей рассказала, что это такое конечно, я рассказала она послушала, говорит, да ну, какой-то он дорогой вот, ну, будем знать, что такое бывает, да соответственно, такое бывает, да поэтому, как бы в таких вот острых стадиях так и в хронических стадиях мы можем говорить о том, что прибор он, как, заменяет нам полностью всю поликлинику и аптеку за минусом хирургии и реанимации, да если уже нужна реанимация там, хирургия там, что-то такое там, да экстренная, то, конечно, уже нужно обращаться но, что касается поликлиники и аптеки каких-то таких вопросов, которые еще можно терпеть и ставить на приборе, то их, конечно же, лучше всего именно с помощью прибора решать с нами также работают врачи отзывы врачей мы тоже сейчас с вами услышим вот, ну и, конечно же, на сегодняшний день вы видели заставку, да вот, от Тесли, вот, SpaceX и так далее и Smarty System, что их объединяет и в завершении хочу как раз в этом рассказать, что на сегодняшний день Илон Маск стал уже таким именем нарицательным, да человеком-легендой при жизни и с ним можно провести параллель в нашей компании, да если Илон Маск еще пять лет назад говорил о том, что будут массовые электромобили, в это просто никто не мог поверить все говорили, что это невозможно, да но уже на сегодняшний день в Германии, в Китае и Великобритании уже на законодательном уровне приняли закон о том, что в 30-м году, в 2030-м они будут полностью переходить на электромобили говорили раньше также, что возвращение вот этих элементов космических ракет нереально, да вот этих радиоэлементов, радиоактивных этих элементов космических ракет, что нереально их вернуть обратно на Землю, да но уже в прямом эфире мы увидели, что это реально буквально две недели назад, да, все это видели, что это реально Илон Маск нам движет такая большая идея, чтобы когда на Земле будут катаклизмы, человечество могло их переждать на Марс для этого нужно всего-то немного колонизировать Марс, да и сделать все для того, чтобы во время вот этих катаклизмов человечество могло там спастись нами тоже движет большая миссия когда антибиотики будут уже полностью не работать, да когда они полностью придут в резистентность чтобы биорезонансная терапия могла их заменить на 100% и если эта идея у вас также вызывает резонанс мы приглашаем вас в нашу команду и если это для вас принали с моментов